Здравствуйте! Открывайте! Открою еще раз! Здорово, Макс. Здорово. Об этот здесь, об этот здесь, да? Да, приехали, блог по тебе снимать. Разбувайтесь, да? Да, как в Польше, не знаю. Да нет, лучше разбуйтесь. Ну давай, разбивайся. Пьем чаю. Хватит. Реклама липтон. Да, реклама липтон. Зеленый чай с клубничкой? Ну да. Нормально. Вот смотрите, что там у нас. Основное блюдо. Ну ты не на диете, ты без гоняешь. Да, но мне нельзя все равно. Все равно нельзя? Овсяное печенье можно будет покушать. Овсянки, да, не надо? Ага. А и сладости вообще что тебе разрешается? Мед. Мед? Да, 90 грамм. Да, 90 грамм в день. Очень ограниченные порции. Ну да, 30 грамм за прием пищи. 200 грамм орехов. Можно смешивать, в принципе. Очень вкусно получается, когда с орехами мя. Слушай, это меня заинтриговало, когда на открытой тренировке сказал, там, в первом раунде, туда-сюда все, и один бой у меня закончился во втором раунде. Надо, надо в этот раз в первом раунде повторить. Все пишут пять по пять, я думала один по две там. Сказать ему. Буду оставаться скромным перед боем. В бою посмотрим. Если получится, получится. После боя пиво будем пить. Гуляйте, пиво пить, да? А скабу будут в караоке отмечать, да? Да? Я поеду домой отмечать. Дома с семьей. Поближе к семье. По семье скучаешь? Конечно, конечно. Я надеюсь, что меня отпустят, нас еще день сразу домой. Ну, а дома никаких пресс-конференций не будет? Ну, дай бог, чтоб не было, а то я уже подустал. Чай пока горячий, ребят. Расскажи, как прошли твои спарринги? Как третий заключительный этап подготовки прошел? Все хорошо. Я прилетел туда в среду, в четверг-пятницу я потренировался. Обычно, ну, вот так надо как бы не с понедельника начинать спарринги, не с понедельника стоять в парах, а так, чтобы, допустим, ты вот в среду приехал, в четверг-пятницу отстоял, в субботу-воскресенье отдохнул и с понедельника уже начал пахать серьезно. Ну, то есть вот такое, чтоб нормально втянуться. Потому что, когда ты начинаешь сразу с понедельника, и ты, ну, это неправильно. Это уже опыт, опыт, так общаешься с тренерами и сам по себе чувствуешь, что надо все правильно делать. Если раньше я там больше дрался, в борьбу переводил, сейчас я стараюсь чуть… В стойке, да? Да, в стойке, чтобы ударная техника. Потому что все сейчас тяжеловесы, ну, дерутся. Также про борьбу нельзя забывать, потому что борцы сами по себе сильнее ударников физически. И когда они начинают бороться, и ты начинаешь защищаться, это очень сильно тебя, ну, истощает. Ну, начинаешь уставать, нужно быть готовым к этому. Медведь против волка. Да. Жига стоит на виду. Чёрт. Любимая часть. Не знаю, я думаю, это когда после подготовки, когда спарринг заканчивается, остается 10 дней до боя. Вот это мне нравится, когда-то уже всё. Одна тренировка в день, уже начинаешь. Только сейчас такие, да? Да, да. Ну, то есть вообще не напрягаешься, спишь, ешь. Когда ты готовишься, ты встаешь на тренировку, по три тренировки в день, бывает по две, там, думаешь, ё-моё, когда это закончится, когда уже останется, когда на спад уходишь 10 дней до боя, вот ждёшь этот период. А потом уже, когда этот период приходит, ты уже ждёшь, когда бой. Ну… Что самое сложное для тебя в подготовке? Самое сложное, я по характеру очень упертый, и бывают такие моменты, когда ты что-то там себе повредил там, бывает, знаешь, повредил там, травмировался. Тебе тренер говорит, не надо, ну ты всё равно идёшь. Вот такой характер у тебя. И, наверное, самое тяжёлое – удержать себя. Удержать себя и не пойти там, дать отдохнуть организм, чтобы восстановился. Вот это тяжёлое. Ну, тяжёлое, да, и держать вот этот ритм, не сдаваться, потому что очень, очень тяжело на подготовке там. В первые дни там вставать рано утром, ты начинаешь привыкать там. Ну, очень тяжело на самом деле. У меня весогонки нет, я проходил через это когда-то в любительском спорте. Сейчас я в тяжёлом весе, мне всегда тренер с детства говорил по дзюдо, что, Серёга, твой вес – это тяжёлый вес. Ну, потому что я был медленный сам по себе. И он говорил, тебе нужно качаться, качаться и качаться, и в тяжёлый вес. А кто тебя сейчас будет секундировать по поединке? Мой тренер по боксу приедет с Молдавии. Он у меня с малых лет. Я пришёл к нему в зал, он говорит, ты был таким этим… Ну, такой же, в своей тени боялся там, в углы зажимался там. Но всё равно там приходили взрослые дядьки там, воспитывали меня, меня такую дедовщину устраивали там, забивали меня. А я такой, что больно, но я всё равно иду, 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 как бы стараюсь. Я всегда, как себя помню, что… Как бы не хотел на тренировку, но я себе приходил на тренировку, я как бы выкладывался по полной. Всё, что могу, всё оставлял там. Через «не хочу», через «не могу» у меня вот… как-то не хотя, но вот тренировался, вот очень много отдавал себе. Если твой соперник сейчас увидит это видео, что ты ему передашь? Так, что бы ему передать? Поединок, по-любому, лёгкий не будет, он будет очень сложный. Мне не важно, кто против меня будет стоять, любому будет тяжело у меня пройти. Я встречу как следует его, как следует. Я очень хорошо готовился, и за моей спиной очень серьёзная поддержка. Это моя семья, а когда за мной моя семья, то меня невозможно выиграть. Серёга, ну а по первому блогу ты ходил в церковь, а есть какие-то иконки, по-моему? Да, конечно, пойдём, подхожу. Давай. Ну вот мои иконы, вот все самые, ну всегда с собой на сборы беру, куда бы ни поехал всегда с собой. Вообще я постоянно рядом с кроватью, где сплю, постоянно ставлю. Это Иисус Христос, вот Библия, вот Святой Сергий Радонежский, это молитва слов. Я перед сном читаю на ночь правила Георгий Победоносец. Помогает в бою всегда. Ну вот, все вот эти иконы Матронушка, спаси, сохрани, любите друг друга, ангел-хранители, вот. Ну это чёткие такие, бывает просто сижу как бы, молюсь с ними бывает, знаешь, беру так в руки и молюсь. Ну вот, перед сном с утра я молюсь, даже вот просто пройти мимо, перекреститься. Библию тоже читаю, когда читаешь, обязательно, когда открываешь, нужно помолиться, сказать, чтобы попросить любого, чтобы ты правильно понял его слово, то, что там написано. Сейчас пост идёт? Пост? Ну, да, пост идёт, но видите, мы бойцы, мы воины. И мне как-то тренер сказал, что, ну, в принципе, ну, можно не держать пост, как бы. Бывает такое, когда я не готовлюсь, я там, бывает, причащаюсь, держу пост. Когда позволяет, вот, сейчас просто я готовлюсь к бою и просто необходимо для силы, для восстановления, та пища, та пища, которую я питаюсь. Сейчас просто, ну, мы спортсмены, мы воины, мы тяжело тренируемся, мы тяжело живём, и нам позволено, как бы, надержать этот пост. Ну, что, в принципе, всё, ребята, да, уже увидимся в день боя с вами. Приятно было, что вы со мной были на протяжении всей подготовки. Увидимся в день боя, я всех приглашаю 24 марта в Киевский дворец спорта, где я буду защищать свой титул чемпиона мира по версии WFC. Приходите, будет очень круто. Увидимся там. Генеральный партнер – международный бренд Немиров. Титульный партнер – Паримач. Грают они, выграете вы. Квитки на концерт-юэй.